я хочу сегодня добрый день сегодня 3 октября 2017 года я хочу опять таки я продолжаю тему двух генерал-иссансов но все-таки мне надо реагировать на то что происходит мне кажется я наверно много отвлекаясь но все равно надо так мне кажется реагирует вот состоялся ну вот этот зомбо ящик наш включился вот и на передачи киселева депутат станкевича которым я там рассказа завал упомянул так сказать скользь идею которую высказал я ранее о том что неплохо было бы вот всем не сидеть сильным в отличие ткс скажем от марии захаровой которая активно воздействует создать нам телемост с американцами какой был при позднее я вот тогда высказал ну позднее коммунист позднее ему загубил своим этим пропагандонством своей вот заезженностью потому что все там как статисты сидели говорили ну вот какие-то единицы вот и он вот я поминала станкевич еще раньше этот тот самый депутат который на съезде единственный когда коммунисты как чурки с глазами вот стояли сидели и к сожалению не советской никто не поднял вопрос о том что в прибалтике формируются эсэсовские режимы что выборы по округам братсга узко с коммунистами и прочие ведут таким образом подстраивают что вот на большом скажем округе там сто тысяч один русский депутат избирается скажем на маленьком эстонском там латвийском округе вот так горбачёв там все устроил коммунисты тоже один депутат то есть один голос русский равнялся мне один эстонский голос сравнялся двух-трем там эстонским вот такая вот никакая ну и горбачёв прервал заседание потом станкевич куда-то выше я по-моему там слышал шелест зеленой бумаги потом этот вопрос никогда не подниматься вот так а то и кельки лены к сожалению это вот все решается но вот так то и конечно ему можно было памятник поставить что он хотя бы один из вот этого темы и орды коммунистов которые согнали там в москве значит и которые там заседали брицали словами вот как бы любой стране наверно бы начались уголовные дела аресты а у нас вроде вот фактически но он фактически доказал что причем вот это эстонская латвийская они знаете так стушевались стали там визжать кричать что там это неправда все нет 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 вроде знаете так это замяли все а потом и ты как то вот все так узаконилась устаканилась и они начали навлечить вот так был совершен этот майдан сэсовский майдан в прибалтике литве латвии эстонии и то и тому подобному вот и вот он высказал что мысли что вот этот бы телемост ввел бы киселев мне кажется мы бы уперлись в те же проблемы когда заезженные лица заезженные вот и какие то все пойдет по какой-то канве и с американской с нашей стороны а я как раз думаю что вот как раз я нам youtube и позволяет такой телемост установить где мы американцам могли высказать бы нашим простым и наши обеспокоенности да и наши какие-то пожелания наши какие-то идеи наше желание там помочь даже где-то в решении проблем да и они могли бы высказать нам то есть возродить я помню это время было очень интересно наблюдать вот дело в том что наш адрес там летели упреки а жестокости и я помню даже джугашвили как вы можете там от других там упомянуть я вот отвечая тому американцу могу сказать голубчик но жестокость джугашвили она ложилась на нас не распространялась на народы европы как бы это было как бы нашей внутренней проблемой вот жестокость гитлера она как бы перекинулась на нас вот в чем уважаемые американец разница понимаете то есть запада пришло бедствие да не не с востока вот конечно это имел и последствия потом и для западной европы вот для этого просто было надо не начинать войны вот и все вот и джугашвили сидел бы себе как в это вот так и сидел бы мир на нем все было хорошо вот но это как бы мой ответ чтобы не угодили вот этот американец то не получил так сказать ответ а вот только сейчас столько лет спустя он получает ответ потому что вот недалекий позднер коммунист он и не смог вот этого или не захотел или много этой без разницы а так-то вообще это легко понимаете и вот этот телемоста потому что вопрос ставился а мы не собираемся обходить никаких он с вами вопрос вот я сразу вот плане этого телемоста хотел бы как бы поставить некоторые так сказать вопросы но увидите вот сегодня почему этот телемост так был бы актуальна потому что вот кремлевская вот это вот вот рублевская вот это вот тусовка коммунистов олигархов они совершенно не ну и для них то нормально то что собственно говоря сенат сената сша на народ который сказал америке что мы желаем мы его величество народ америки улучшение с россии и на того же трампа он сказал во главе вот с этим господином соросом во главе с господином рокфеллер и их ними так сказать марионетками там типа вот этого зло которое существо которое выползло из вьетнамской ямы и у него раковая опухоль вместо мозга и который тащит мир к мировой войне мы не боимся но как бы и для американцев мне кажется это был бы не хороший вариант так сказать потому что простые американцы с вот с трампом там стоит здание а такие как маякин ссора 40 филлер в одно мгновение могут все это превратить в радиоактивную пыль вот надеюсь что они отсидятся в каких-то бункерах ничего как конечно вот надо было бы конечно и сделать заявление что этого никак не получится предпринять все меры чтобы случае нападение на нас ядерного ли какого-то другого что вот виновные чтобы тяжесть они на простой на американский народ а вот как раз нас ссорился на семью рокфеллеров на все всех вот этих вот господ который вот это будет не переставая и вот у них там еще конечно проблема путин затея переворот в лимпопо они сидят на полном серьезе наверно до сих пор обсуждают как там путин в лимпопо что там пытает доктора болита паяльником и тому подобные вот конечно вот такие вещи конечно вот на фоне вот этих вот людей конечно путин и выглядит просто замечательно потому что от него не услышишь вот таких вот на столь удивительных каких-то нет как сказать сказочных просто новостей вот я хотел бы также обратить внимание что ну не только вот на такие к международную тему положила хрен сенат сша положил большой хрен просто растение такой офигеть какой вырастил и положил этот хрен на вот весь американский народ сказал да пофиг а я буду проводить свою линию на обострение на так сказать нагнетание так сказать вот потому что русские оккупировали русских крыму вот 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 это это с их точки зрения не олигофрения так сказать и русские штыками согнали всех на ренту и под дулами автоматами каждый солдат заходил смотрел проверял какой-то бюллетень сбрасывает понимаете вот прям толкал его дулом автомат об этом за сам зачеркивал и толкал туда дулом вот вот так вот у нас типа референдум прошел вот это вот и вся дебилизм вот это вот как бы что вот эти русские вежливые люди не демократично не дали севастопольцев согнать в какой-нибудь дом профсоюзов и сжечь и тем самым они ущемили свободу свободных бандерлянцев типа кептельман типа этих вот древних укоров вальцманов турчиновых которого по и которые чуть не забил до смерти бедных полицейских которые поймали его помощника с сумкой денег вот это вот конечно и вот кроме вот этих вот всех проблем у нас же еще измечивается другая проблема вы знаете я посочувствовал американке которая приехала к нам это наше царство так сказать сам тебе вот вот может быть вот хочет путин многого да как этот мальчик говорит я медведя поймал да он меня не пускает и говорит я обалдела говорит я не могу себе зубы полечить тут у русских офигеть и у скворцова все в три раза дороже вот и вот это вот конечно тоже проблема мы могли я знаю вот почему-то почему я допустим к трампу сначала бы как-то с враждебно с недоверием от него не то что не враждебно будем сбивать русские самолеты я сказал будем топить американские корабли потом вроде как это ушло вроде слава богу что-то какие-то на мирные рельсы а потом вот знаете вот померить того вот все-таки какой-то теплая наш сказать не положительно вот она сейчас поколебалась но какой-то ну такое скажем хорошее отношение достаточно вот по сравнению особенно с другими американскими деятелями как типа морфиниста этого кеннеди да который фактически запал на кубу окружил там преподверг морской блокаде нападение на страну называется вообще не имея к этому никаких юридических основ как ни один кубинский солдат ничем не нарушила вот наоборот то к сожалению соединенные штаты оккупируют и имеют военную базу на территории кубы и никуда не собираются это никто не называет и мире гуантанума оккупацией там потом вот и вот с другой то стороны как бы мне понравилось что наконец о вопросах медицины заговорил американский президент назвал вот эту обама вскую систему как фигней она такая фигня есть хотя у вас лучшее положение ну редкий хрен не слаще вот и он там высказал такую замечательную мысль которая вот у меня витала что на основе конкуренции на основе прозрачных правил создать конкурентную какой-то среду области медицины и как бы прозрачность этого сделать чтобы демократичные цены были доступны чтобы тоже и врачи бы не были обижены и я вообще предлагал медицинские коммерческие учреждения освободить от всяких налогов да и государственные тоже вот с одной стороны с государственных предприятия муниципальные брать какие-то налоги глупость а тогда почему с этих с коммерческих брать это нарушение каких-то рыночных правил все но вот каких-то равенство всех перед законами тому подобное ну вот для коммунистов это непонятно ну то есть я хотел бы сказать что враги то у нас одни с вами понимаете у вас коммунисты которые сидят на рублевке олигархи а у вас примерно такие же субъекты пар ваша партсекретарей которые сидят нью-йорке вот и они создают вот эту глобализацию причем глобализацию не как унификация каких-то интернет сообщений какие-то прогресса а чтобы они как типа бы контролировали все и вот пропитка идет очень америка опасно и в америке мы как бы с вами можем поделиться посмотрите какая штука вот врачи сейчас вот к сожалению наша медицина офигеть как отстает хотят посмотрите мы переобережали соединенные штаты наши врачи супер врачи они американцы не могли летать в космосе да вот наши врачи добились как бы вы коммунисты как всегда это все продали спустили все технологии спустили там потом на вот вот там еще по сабдеповскому ящику проскользнуло что вот мол королеву потому они сказали коммунисты кто кто создатели вот этой ракеты что режим секретный режим секретности ну конечно не режим секретно то разведка цирру дремала ми пять там уж или что там англичан было и все эти германские все прочие и не знали что за этими семья стоит королев конечно не знали это просто не публикуется в газетах конечно никакой это секрет поле шинеля был но дело в том что если бы опубликовал палач джугашвилевский хрущев который новочеркасский устроил бойню до русских людей то и понимаете пришлось бы рассказывать то что сломали челюсть сергей палычу королева потом другую челюсть а потом ушли вообще все до врач ушел ну не может 24 а там никаких дежурных врачей а у него осложнения вообще и вот по такой дурости по такой то есть просто наплевали вообще как всегда коммунисты разгиб не то что как вот я вы думали что там сергей палыча наверно должен был целый институт наверное ночей не спать и думать как выкрутиться из этого положения как спасти самого гениального и великого человека всех его времен и народа но что говорить о тех кто второго по значимости вот таком человека как академик лавилов просто забили замордовали там я не знаю как чем-то палками ли чем-то вот в общем забили нас ну и вот конечно просто нам надо начать говорить друг другу правду и мы готовы защищать вот вместе подумать вот эту женщине которые отравили участок добычи сланцевого газа ну во что превратится американская земля вы не хотели бы вот эти этой женщине какого-то зла какого-то кто-то называет это вмешательством на во внутренние дела америке ну мне плевать на это мешались и будем вмешиваться потому что если действительно люди как вот мне друзья почему говорит плохо относитесь к американцам когда под большинство американцев к вам относится хорошо я действительно подумал ну мало ли каких у нас тоже мракобеса были наверху нельзя же всем как бы народе судить вот так обназначен и может быть раскрывая позицию нашего как бы народу может быть тогда и какая-то война между нами станет невозможно когда вот я приводил опять-таки из эпохи александра васильевича суру когда один воронцов выиграл войну против всей милитаристской машины англии англии вот этого пита вот как бы надо подхватывать чужие какие-то хорошие идеи яйца стараюсь делать вот и как бы развивать вот тогда мы будем легко дать сложить только при сложении сил мы можем достигать хаотическое броуновское движение ничего не дают понимаете всего доброго ничего не рождает